Привет, мои биатлонные друзья! Самое время за неделю до старта чемпионата мира порассуждать о том, каким же будет состав сборной России в целом и по отдельным гонкам. Окончательно расстановку в этом вопросе должен решить ближайший этап Кубка IBU, который пройдет не в немецком Арбере, где сильным дождем смыло напрочь всю трассу, а в среднегорном итальянском Мартеле, неподалеку от Антхольца, где и пройдет чемпионат мира. Может быть это и к лучшему будет интересно посмотреть, что покажут наши спортсмены в схожих условиях с теми, где пройдут главное сражение этого сезона. То есть один, два, может быть три человека с этого этапа отберутся в команду, но в лучшем случае на роль запасных или какой-то расширенный список. Итак, перейдем собственно к составам, как видятся эти составы мне на сегодняшний день. У мужчин, на мой взгляд, есть три твердых члена основы. Это Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Первые двое при идеальных условиях способны претендовать на награды. Третий, скажем так, стабильный боец, который объективно третий номер в команде. Я думаю, что если говорить о связке спринт-преследования, то эти трое должны бежать ее однозначно. А вот четвертого номера, кстати, сами тренеры тоже говорят, что будут определять его по итогам контрольных стартов. Не хотелось бы, чтобы этими стартами ребят каким-то образом перезагружали, и опять же, чтобы они выкладывались именно на них, и потом опустошенные подходили к чемпионату мира. Потому что на этом обжигались неоднократно. Но, конечно, если говорить о кандидате на спринт-преследования, то здесь выбор-то невелик. Я бы выбирал между Латыповым и Поршневым, в зависимости от того, кто лучше готов. Поршнев чуть лучше ходом смотрелся по двум месяцам этого сезона. Латыпов чуть лучше стрелял. И в целом, ну, примерно равные. То есть, наверное, при прочих равных выбрал бы Латыпова. С целью, там, обкатывания его на эстафету. Индивидуальная гонка. Однозначно считаю, что должен бежать Кирилл Стрельцов. Плюс те три ведущих спортсмена, которые были обозначены выше. Вот, собственно, и все. Соответственно, единственная интрига, кто Латыпов или Поршнев, один остается в запасе. Соответственно, шестерка мужской команды в целом ясна. Может быть, седьмого запасного кого-то заявят с кубка IBU. Или, опять же, Карима Халили, который неплохо проявил себя на юниорском мире. Что касается мужской эстафеты, то здесь видно тоже, в общем-то, все однозначно. То есть, я бы единственное гарантию поставил на первый этап. Елисеева на второй, Логинова на последний. На третий, соответственно, того, кто лучше себя проявит в личных гонках. Латыпов, Поршнев или Стрельцов. Тут, возможно, различные варианты. У Латыпова чуть больше опыт эстафеты, опыт неплохой. Но, в то же время, понятно, выше головы он не прыгнет. Женская команда. Вот здесь, судя по тому, как развивается ситуация, может быть, имеет место смысл готовить разных спортсменок к разным стартам. То есть, к примеру, для Светланы Мироновой, вероятно, лучше было бы готовиться именно к первой половине. Возможно, кстати, и к Юрловой тоже, потому что там будет смешанная эстафета, спринты. Может быть, кстати, и Куклиной. То есть, тут тоже такой вариант. Соответственно, Старых и кто-то еще из запасных. Ну, я бы рассмотрел кандидатуру Глазыриной. Да, или Сливко под индивидуальную гонку. То есть, им готовится лучше ко второй половине. Ну, и Куклиной, наверное, да. То есть, Миронова с Юрловой первой, Куклина, Старых и Глазырина больше с акцентом на вторую половину. Поясню, почему так думаю. По той простой причине, что пик может быть очень короткий. И важно, в какой именно день произойдет оптимальное состояние спортсмена. Понятно, что для Миронова это спринт, ключевая гонка. А для кого-то шансы есть на высокий результат только в индивидуалке. Или им важнее подвестись к эстафете в конце турнира, как в старых. Поэтому, в общем, вот так. Если говорить о заявке на спринт, то должны бежать Миронова, Юрлова. Это два. Рисцова это три. Да, вот Рисцова. Кстати, Кристину тоже, я думаю, с акцентом на первую половину. И четвертое место тут либо Куклина. Ну да, скорее всего, четвертое получается Куклина. Что касается индивидуальной гонки, там однозначно надо убирать Миронову и Рисцову. Они не подходят для дистанции этого формата. И добавлять старых и кого-то из пары Глазырина и Сливко. Я бы предпочел Глазырину. Потому что, ну, Сливко лучше готовится к чемпионату Европы, куда она отобралась. Плюс Глазырина, она как-то постабильнее, посильнее на протяжении сезона смотрится. Минус всем очевиден, все знают два флажка. Но, с другой стороны, уж можно, по крайней мере, перед чемпионатом мира, уделить спортсменке максимум внимания в контроле вопросов взаимоотношений с ВАДО, с заполнением системы Адамс. Чтобы никаких проколов не могло произойти на данной ключевой стадии. И там дать пробежать ей индивидуальную гонку. Потому что неизвестно, в каком состоянии будут остальные члены команды и кого ставить в эстафету. Если Глазырина хорошо готова и достойно бежит индивидуальную гонку, ее нужно рассматривать и как эстафетного кандидата. Потому что на данный момент, я считаю, эстафету, тут твердо должны бежать Куклина и Старых. Если говорить классическую эстафету, женскую. Миронова, вопрос. Понятно, если она при ноге и более-менее нормально стреляет, а это мы увидим в первых двух личных гонках, то ее нужно ставить, даже нужно где-то рискнуть. Потому что здесь на чемпионате мира имеет смысл медаль, а не просто очки в Кубок нации. Поэтому, да, третья получается Миронова и четвертая Юрлова, если она опять же в порядке и восстановится. Но это вот в идеальном состоянии. Если кто-то из этой группы выпадает, то я бы не стал рисковать с Рисовой, которая там пробежала хорошо на свежачках в Хохфильцине, но потом две эстафеты завалила. А брал бы, например, может быть Глазырину, если она готова. То есть вот такой расклад. И, наконец, смешанная эстафета. Тренеры вроде как объявили уже мужской сборной, что Елисеев с Логиновым побегут. Возможно, и дальше там они продолжат, как на последнем этапе Гуклина и Старых. Но я бы вот тут, наверное, сделал бы по-другому. То есть поставил бы Гараничева на первый этап. Ну, Елисеева не получается первый этап. Ну, что сделать? Ну, вот он не получается, мы начинаем с Форой в 40-45 секунд. Надо другие варианты пробовать. Поэтому Гараничев и Логинов. А в женской части тут уже более интересный вариант. Я думаю, Куклина. И у нас, получается, Лариса всю программу бежит. Ну, а что тогда делать? Как говорится, там ни отдыха есть. В общем-то, ничего в этом такого. Многие побегут так. Так, получается, Куклина и Юрлова, например. Или Миронова. То есть тут уже различные варианты. Но Миронову тогда надо прятать на третий этап. А на четвертый не бегала. А на четвертый Юрлова или Куклина. В общем, выбор вот из этих спортсменов, я думаю, должен происходить. Можно, конечно, и старых. Но, опять же, если говорить о концепции с неделями различными и кого выводить на какую неделю, то тогда, вот если бы тренеры придерживались этого плана, то старых тогда лучше на индивидуальную гонку, классическую эстафету и масс-старт, если она туда отберется. Далее, по одиночной смешанной эстафете, тут выбор очевиден. Это Куклина и Логинов. Это самые быстрые стрелки. А Александр при этом еще и самый быстрый ходом у нас в команде. Так вот, по-среднему. А Куклина ходом похуже. Но там короткие отрезки, которые ей, в принципе, неплохо выдаются. Так что, на мой взгляд, Логинов-Куклина это оптимальный тандем. Ну, в общем, как-то так. Можете высказывать в комментариях свои варианты состава. А также подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.